Здравствуйте, дорогие читатели, пользователи библиотеки имени Михаила Ломоносова. Сегодня я снова хочу поделиться с вами, так как у нас предпасхальная неделя, и все мы, хозяюшки, конечно, готовимся к этому празднику, особенно трепетно, особенно душевно, и хотим как-то украсить свое жилище, обрадовать своих детей, своих близких. И опять же, начну с того, что я всегда предлагаю самые такие простые, дешевые варианты, которые доступны в каждой семье, могут себе это позволить и сделать за достаточно короткий период времени, просто не тратя много времени и не тратя много усилий. Вот такую салфеточку я приготовила, и сегодня я поделюсь, как ее очень быстро и легко можно сделать. Это может быть вашим центром стола. Сейчас я объясню, как это делается. Очень просто. Я уже подготовила вот такие вот заготовки. По диаметру посуды, тарелки, которые вы желаете, может быть, блюда побольше сделать и так далее, я взяла вот буквально диаметром 25 см обыкновенную плоскую тарелку, и вот подготовила три вот такие окружности. Очень из простого материала. Конечно, это можно сделать все намного более красиво, если есть кружево, если есть какие-то ленточки, украсить. Я опять же сделала такой самый дешевый вариант. Вот, берется просто три окружности. Вот, показываю. Одинаковые все, видите, да. Все, вот это просто делается. Затем, посередине отмечаете, вот, буквально я вот делаю вот это вот так. Вот, отмечаете центр. Отмечаются вот две буквально пунктажные точечки, которые вам дают основание для работы. Нам здесь даже не понадобятся ни нитки, ни иголки, ничего. Просто достаточно вот пистолетного клея. Он практически сейчас в каждой семье есть, потому что дети пользуются на уроках труда и так далее. И для этого, опять же, вот, у нас есть уже две половинки отмеченные. И вот это остальное расстояние я просто делю. Практически, если у нас вот здесь вот получается 29 сантиметров, то середина где-то 14-15. Опять же, это можно делать все на глаз, не до прямо точности, потому что мы не на геометрии. И вот получается, вот, расстояние я отделяю буквально 15 сантиметров и делаю вот такую вот для себя точечку. Здесь, с этой точки дальше, вот, я делаю тоже приблизительно 13 с половиной. И вот у меня, получается, две точки соединения это будет, и мы их сейчас склеим. То же самое я проделываю с этой стороны, от основания нашего центра. Опять же, вот, буквально вам линеечкой, вот они 14 сантиметров я вот отделяю. И вот отсюда тоже, вот, буквально тоже 14 сантиметров. Таким образом, вы не прогадаете. Главное знать середину центра, поделить наполовину, и у вас получится на 6 мест. То есть, на 6 готовых изделий, куда мы будем их вкладывать. Вот мы сейчас это просто проделаем. Буквально вот пистолетным клеем я это приклеиваю. Вот эти точечные соединения. Так. Для того, чтобы это было наглядно видно, как это быстро делается. Все, вот у нас уже это готово. Дальше еще проще. Уже второй кружок у нас уже идет просто в шахматном порядке. Вот здесь уже это видно. Здесь уже не надо ничего расчерчивать, ничего не надо делать. Уже просто середину вот этой стороны, вот, видите, я просто склеиваю. Уже. Так. Вот видите, получается вот. Я как бы говорю, что это в шахматном порядке. Вот здесь мы склеим. И у нас получаются вот такие вот отверстия. Видно, да? Вот как бы в шахматном порядке. Все это очень, как говорится, просто. Очень даже просто. Вот, если мы здесь приклеили, то приклеим здесь. И таким образом вот у нас получается наша салфеточка. Вот она уже у меня тоже здесь готовая. Видите, да? Я просто сейчас продемонстрирую, да? Вот так вот, чтобы это было наглядно. Вот так вот. Конечно, вы себе выберите какой-нибудь красивый цвет. Здесь я использовала кусочек тюля, который у меня был просто. Можно выбрать, конечно, красный цвет. В зависимости от того, какие у вас будут яйца окрашенные. Вот в таком вот плане у вас появятся вот такие ячейки, в которые вы просто вкладываете. Центр у вас получится как раз достаточно места для того, чтобы поставить куличик или наполнить просто здесь добавить сладостями. Опять же, можно даже поставить вазочку с цветами. И тоже будет оригинальным центром стола пасхального. Ну, в принципе, вот это все, чем я хотела сегодня с вами поделиться. В эти же ячейки пустые вы во второй ряд можете добавить просто какие-то вот сладости, да? Это будет интересно и вашим гостям, и вашим детям. Такое более-менее что-нибудь креативное к этому празднику. Я надеюсь, вам моя идея понравилась. Спасибо за внимание.